На календаре пятница 18 сентября в студии Николай Илсаков. Здравствуйте. Начнем выпуск с данных по коронавирусу. По информации территориального отдела Управления Роспотребнадзора сегодня в Котласе выявлено еще 5 случаев COVID-19. Таким образом, на 18 сентября ситуация следующая. 488 человек с подтвержденным диагнозом коронавирус. 10 заболевших госпитализированы. 155 лечатся амбулаторно. 320 человек выздоровели. 111 находятся под наблюдением. С начала пандемии 3 человека с положительным результатом на коронавирусную инфекцию скончались. Более 10 лет назад в ресторане Вечерний Вычагодском отгремели последние лихие танцы. С тех пор злачное заведение оббитшало и превратилось в заброшку. Гремит на весь поселок оно теперь другими историями, пугающими. Дети ползают по крышам, бомжи ведут себя как дома. Но даже двери, ведущие внутри здания, собственник, железнодорожная торговая компания не может как следует заколотить. Почти месяц назад мы поднимали эту проблему, но до сих пор она не решена. В конце августа эта дверь, ведущая внутрь, была хотя бы заколочена. Сегодня доски оторваны, доступ свободен. А внутри полный бардак. Доказательства того, что здесь распивают спиртное, тоже имеются. Остатки от бутылок, а закусывали, видимо, луком. Дети тут ползают вовсю. Что делают? Так что, мы внутрь, я не захожу, прохожу, вижу, слышу, что там шумят. Прямо на крышу залезают? Нет, внутри. Светлана Глебова торгует хлебом по соседству с заброшенным зданием. Говорит, по вечера мимо ходить страшно. Бывает вечером после учебы, там, ну и только дети, там еще и бомжи бывают, там такие неблагоприятные. Ну, там даже вот видно, что мусор, хлам везде валяется, бутылки пустые. Зимой рядом с заброшкой тоже лучше не ходить, говорит Светлана. Можно и травму получить, ведь снег и наледь на крыше никто не чистит. Снег падает с крыши, может на детей упасть, может на машины в этом году падало, прямо вот железнодорожники ставят. То есть никто не чистит, никто не следит, никому дела нет? Нет. Это здание принадлежит железнодорожной торговой компании. Продать его собственник не может, видимо, цена очень высока, а содержать непрофильные активы явно не хочет. Но за последнее время хотя бы ветхий сарай на территорию вечернего владелец разобрал. Правда, к работам приступил после того, как он сгорел. Пожар случился в ночь с 14 на 15 августа. А до этого горело внутри здания. 1 августа и 3 августа детьми были совершены поджоги, то есть остатков имущества. То есть там стулья, кресла какие-то были. Вот тем не менее, как говорят жители, и насколько я вижу, это всегда действительно происходит ввиду того, что есть легкий доступ, то есть через окна, через открытые двери. По словам главы Вычигодского, ему удалось договориться с собственником. Железнодорожной торговой компании пообещали до конца сентября заложить двери герметичными блоками. Также на следующей неделе собственник должен убрать мусор вокруг вечернего. И очень хотелось бы, чтобы это была не разовая акция после серии критических сюжетов, а регулярное выполнение своих обязательств. Котловский депутат Василий Волков принял участие в пленуме Центрального комитета Коммунистической партии «Коммунисты России», который прошел в Москве. Коммунистическая партия «Коммунисты России» с 2009 года является преемником общероссийской общественной организации «Коммунисты России». На сегодняшний день у партии более 50 тысяч членов и активных сторонников. Она является пятой партией страны. Возглавляет ее Максим Сурайкин. С 2014 года партия активно принимает участие в выборных кампаниях регионального и федерального уровней. В настоящий момент в представительных органах власти и местного самоуправления партию представляет 150 депутатов. На очередном пленуме Центрального комитета Коммунистической партии «Коммунисты России» по приглашению ее лидеров побывал депутат Котловского собрания Василий Волков. Кроме него на пленум приехали коммунисты со всех уголков России. Один из вопросов, которые обсудили на пленуме – ближайшие выборы в Госдуму Российской Федерации, планы на будущее и множество других рабочих вопросов. В этом году они издали манифест Коммунистической партии. На будущий год они планируют издать краткую историю ВКПБ. Цель у них – создание социального государства. Третий вопрос был у них – возрождение СССР. Как депутату для меня тоже интересно было. Может, благодаря таким поездкам и у нас в городе появятся представители политической новой партии «Коммунисты России». Следующая информация для тех, кто планировал стать участником Кросснации 2020. В связи с неблагоприятными погодными условиями Оргкомитет принял решение о переносе соревнований. По решению Оргкомитета Кросснации переносится на 26 сентября. В этот день как раз обещают теплую солнечную погоду. Несмотря на перенос стартов, программа физкультурного мероприятия останется прежней. Были рекомендации по разведению по времени между забегами и ограничение количества участников забегов финальных. У нас будет несколько забегов в каждой возрастной группе. Отдельно девочки, отдельно мальчики. И поэтому само мероприятие продлится в течение 5 часов. С 10 до 15 часов. Не нужно приходить в 7-10 часам. То есть подходим за 20 минут до начала старта той или иной возрастной группы. Время старта в каждой возрастной категории можно посмотреть в официальной группе «Спортивный Котлас» ВКонтакте. Дополнительную информацию можно узнать по телефону, который сейчас на экране. Очередной сбор вторсырья пройдет в субботу 19 сентября в Котласе. На сей раз эко-волонтеры будут принимать макулатуру, пластик и металл. В Ливенде сдать вторсырье можно на площадке у Дома культуры с 10 часов 20 минут до 11 часов. У гастронома Семеновские эко-волонтеры будут дежурить с 10.40 до 11.20. Котлашаны гостей города приглашают на ярмарку «Осенний переполок», которая пройдет 19 и 20 сентября с 10 до 18 часов у Котласского дворца культуры. В связи с проведением ярмарки с 6 утра 19 сентября до 19 часов 20 сентября будет перекрыто движение транспорта по улице Милентьева от улицы Гагарина до объезда на дворовую территорию дома номер 33 по улице Милентьева. На этой неделе из-за коронавируса были закрыты классы в нескольких школах города, а также две группы в дошкольных учреждениях. О том, как дети будут получать знания в столь непростой период и как сейчас организована работа в школах с учетом мер по нераспространению коронавируса, в интервью моей коллеги Елене Нилаевой рассказала начальник отдела дошкольного общего и дополнительного образования комитета по образованию Анна Клочихина. Анна Эрвиновна, здравствуйте. Коронавирус в городе набирает обороты, болеют много детей. Какие сейчас классы и в каких школах закрыты на карантин? По данным на 14 часов 17 сентября в городе закрыто 13 классов на карантин, из которых 4 класса по острым респираторным вирусным заболеваниям – это в школе номер 4, и 9 классов по ковиду – это в лицее номер 3, школе номер 18 и школе номер 82. То есть разграничивают еще инфекцию, да? Да, конечно. Каков алгоритм, если заболел ученик? Что предпринимает школа в таком случае? Ранее у нас был алгоритм такой, что когда заболевают 3 обучающихся, класс выводится на изоляцию. Сейчас, 15 сентября, состоялось заседание оперативного штаба по организации проведения мероприятий, направленных на предупреждение завоза и распространение коронавирусной инфекции. По результатам этого заседания издано распоряжение Управления по социальным вопросам, на основании которого, когда заболевает один ребенок, класс выводится на дистанционное обучение. Но хочу отметить, что не просто заболевает, если это подтвержденный диагноз ковида. Как проходит обучение в классах, которые сейчас на карантине? Естественно, школы в первую очередь обеспокоены реализацией образовательных программ в полном объеме. Поэтому классы, которые выводятся на карантин, они переходят по решению образовательной организации на дистанционное обучение. Поэтому в форме дистанционного обучения на период изоляции. Сколько классов в школе должно быть на карантине, чтобы полностью школа закрылась? Такого нет, чтобы какое-то определенное количество классов. Если приходит постановление детям об изоляции от Роспотребнадзора, то выводится один класс. Соответственно, сколько будет таких постановлений? Я уже выше сказала, что один ребенок заболел, класс выводится. Но в данном случае мы также действуем на основании постановления Роспотребнадзора. Если Роспотребнадзор вынес постановление одному педагогу и не вынес при этом ученикам постановление об изоляции, то только один человек, он и находится на изоляции. Либо на больничном, если он заболел. А если при этом постановление вынесено еще обучающимся, то, естественно, обучающиеся выходят на изоляцию и переходят на дистанционное обучение. А есть такие ситуации в Котласе? На данный момент времени нет. То есть учителя у нас коронавирусом не болеют? У нас болеет 7 педагогов, но классы закрыты только те, где болеют дети. А если, например, учитель болеет и не хватает кадров в школе, что школа предпринимает? Во-первых, такие случаи для нас не новые. Не важно, коронавирусная инфекция или какое-то другое заболевание. Естественно, это сложность огромная, но тем не менее происходит замена уроков. Либо ведет другой учитель этого же предмета, берет еще один класс, либо заменяются уроки, а потом отрабатывается другим педагогом. А скажите еще, пожалуйста, как организована работа в школах? То есть, насколько я знаю, дети приходят к каждой классе к разному времени. Да, совершенно верно. Определено время, по какое время каждый класс должен подойти. Условно говоря, дается 5-10 минут для прихода. Пришел один класс, чтобы дано время, чтобы они покинули раздевалку и вестибюль вот этот. И затем заходит другой класс. Происходит это постепенно. То есть, они все равно, не все дети сразу приходят. В это время организуется термометрия, то есть, измерение температуры каждого ребенка. И все, ребенок допускается, если он здоров, температура не повышена, допускается до уроков. В данном случае я бы, конечно, хотела обратиться к родителям с вопросом о том, чтобы отнеслись с пониманием к данной ситуации. Отправляли детей вовремя в школу, если классу дано определенное время, чтобы именно в это время ребенок подошел в школу. Но и самое главное, не отправлять нездоровых детей, детей с признаками вирусных заболеваний, либо с температурой в образовательной организации. Неважно, это как бы школа или дошкольное учреждение. Лучше, конечно, чтобы ребеночек с температурой оставался дома. Власти города обратились в правительство области с просьбой возобновить масочный режим. Как вы думаете, в школах тоже будут такие меры приняты? Ну, у нас, во-первых, есть письмо Роспотребнадзора от 8 сентября 2020 года, в соответствии с которым в школах обеспечен масочный режим, в том числе и педагогов, находящихся в образовательной организации. Но здесь я хочу обратить внимание только в том случае, когда педагог находится вне урока. На уроке педагог без маски, и это оговорено в письме. А вот во внеурочное время, на переменах, утром, вечером, педагоги должны в учреждении находиться в масках. Как вы думаете, повторится ли самый страшный родительский кошмар? Переведут ли школу на дистанционное обучение? Или все-таки так и будут закрывать классы по одному? В настоящее время официальные источники объявили о том, что массового перевода на дистанционное обучение не ожидается. На мой взгляд, все-таки пока останется в таком режиме, в котором мы работаем сейчас. То есть, когда заболели дети, переходят на изоляцию. Но, к сожалению, прогнозировать я не вправе. Как организовано питание на больших переменах? Питание в школах организовано также по времени, в соответствии. Но оно и ранее было по времени организовано. Просто сейчас на некоторых переменах удлиняется время приема пищи, чтобы могли классы минимизировать, скажем так, момент соприкосновения между классами. То есть, столовые классы не встречаются? Нет. Почему? Столовые классы встречаются, но если столовая большая, то соблюдать расстояние между классами есть возможность. А перемены для детей также существуют? Естественно. То есть, они там все ходят и все равно все контактируют с разными классами? Учителя просто следят за тем, чтобы дети минимально контактировали с другими классами. Давайте поговорим тогда о дошкольных учреждениях. Сколько сейчас закрыто? Садиков или групп? Садики у нас все работают. На данный момент времени закрыто две группы в двух дошкольных учреждениях. В каждой группе болеют по одному ребенку. Еще раз обращаю внимание, что болеют – это значит подтвержденный диагноз. Это у нас детские сады номер 3 «Незабудка» и номер 10 «Зоренька». Как в детских садах выполняются меры предосторожности по нераспространению коронавируса? В принципе, меры те же самые, что и в общеобразовательных учреждениях. Единственное, что в дошкольных учреждениях там есть возможность разные входы использовать. Но точно так же производится термометрия с утра. И если ребенок с повышенной температурой, то, конечно, родители просят забрать ребенка домой. Ну, а дальнейшие меры – санитарная обработка ежедневная, несколько раз в день, да, производится в соответствии с требованиями САНПИН, со специальными средствами. Спасибо вам большое за беседу. Спасибо. Продолжит программу информация налоговой инспекции. Сегодня начальник межрайона и ФНС России номер один Парк Ангельской области и НАО расскажет об отмене единого налога на вмененный доход. Добрый день, уважаемые налогоплательщики. На сегодняшнюю встречу я приглашаю платильщиков, осуществляющих деятельность на едином налоге на вмененный доход. С 1 января 2021 года отменяется специальный налоговый режим ЕНВД, который действовал более 20 лет. До 1 января плательщики ЕНВД, независимо от вида деятельности, должны определиться с выбором другой системы налогообложения. Для юридических лиц – это общая система налогообложения или упрощенная система налогообложения. Для индивидуальных предпринимателей, кроме указанных режимов, патентная система налогообложения. Сельскохозяйственные товаропроизводители, организации и индивидуальные предприниматели могут применять единый сельскохозяйственный налог. Предприниматели без наемных работников могут применять налог на профессиональный доход. Это новый специальный налоговый режим для самозанятых граждан, действующий в Архангельской области с 1 июля 2020 года. Плательщики, принявшие решение о переходе на иные специальные налоговые режимы, обязаны представить следующие документы, исходя из выбранного режима налогообложения. Уведомление о переходе на УСН не позднее 31 декабря текущего года. Заявление на получение патентно за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения. Уведомление о переходе на единый сельхозналог не позднее 31 декабря текущего года. Немного о способах представления документов. Документы можно представить через личный кабинет налогоплательщика, по телекоммуникационным каналам связи или направить почтовым отправлением с описью вложения. Представить документы лично можно по предварительной записи. Посредством регистрации в СРС ФНС России онлайн-запись на прием в инспекцию. Предприниматели, сделавшие выбор в пользу налога на профессиональный доход, зарегистрироваться в качестве самозанятого могут на сайте Федеральной налоговой службы. С помощью сервиса «Личный кабинет для налогоплательщиков. Налога на профессиональный доход» или бесплатного приложения на любых мобильных устройствах «Мой налог». Представлять заявление в инспекцию не требуется. Организации и предприниматели, не определившиеся с иным специальным налоговым режимом, в установленные для этого сроки, с 1 января 2021 года переходят на общий режим налогообложения. Федеральный закон номер 97 ФЗ, отменяющий единый налог на умененный доход, не требует направления в инспекцию заявления о снятии с учета в качестве плательщика ЕНВД. Подробная информация о режимах налогообложения размещена на сайте Федеральной налоговой службы налог.ру. Реализованы сервисы «Налоговый калькулятор», «Выбор режима налогообложения» и «Какой режим подходит моему бизнесу», которые помогут налогоплательщикам определиться с выбором альтернативной системы налогообложения. И последняя информация выпуска. 19 сентября в Доме культуры «Октябрь» пройдет день микрорайона ДОК. Начнется он в 14 часов с интерактивной сказки «Как Емеля на ДОКе богатство искал». В 15.00 стартует концерт «Открытие творческого сезона. Мы снова вместе». А в 16 часов фольклорная программа «Мужичок с гармошкой». Вход на все мероприятия свободный. А у меня на этом все. Далее смотрите блок ценных новостей и прогноз погоды. Удачных выходных. Берегите себя. Увидимся. Внимание! 17, 18 и 19 сентября в торговом центре «Радуга» выставка продажа. Большой выбор демисезонных курток и пальто. Глобальная распродажа шуб из мутона и норки. Итальянская химчистка «Лавандырия Ка» объявляет скидку 15% на чистку верхней демисезонной и зимней одежды. «Лавандырия Ка» бережно относится к вашим вещам. «Котлас», Бултинское шоссе 8, корпус 4. 19 и 20 сентября в ДК города «Котлас» ярмарка от фабрики «Силуэт». Доступные цены на шубы из норки, мутона, кожаные куртки и пуховики. Принеси старую куртку или шубу и получи скидку 20% на новую. Здравствуйте, с вами Ирина Котова. Я расскажу вам об коде в «Котласе» на ближайшие три дня. Спонсор нашего метеовыпуска – сеть магазинов «Авторитет». Автомобили нужной запчасти? Обращайтесь в «Авторитет» на Майковского, 47. Более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто. По выгодным ценам. В наличии и под заказ. И на все виды автомобилей. Внимание! Магазин работает до 20 часов. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Город «Котлас», Майковского, 47. Утро субботы, 19 сентября. Будет пасмурный. Возможно, небольшой дождь. Днем осадки маловероятны, а погода станет облачной с прояснениями. Температура воздуха днем – 8 градусов тепла. Во второй половине дня ожидается дождь. Ветер северо-западный – 4 метра в секунду. Атмосферное давление довольно низкое. В воскресенье 20 сентября нас ждет пасмурная и дождливая погода. Температура воздуха днем – 6 градусов тепла. Ветер северо-западный – 5 метров в секунду. Атмосферное давление, как и накануне, ниже нормы. Существенно не изменится погода и в первый рабочий день, 21 сентября. Будет пасмурно и дождливо. Температура воздуха – плюс 6 градусов. Ветер западный – 2 метра в секунду. Атмосферный фон низкий. А у меня на сегодня все. Желаю всем хороших выходных. Увидимся на телеканале Котлас ТВ.